здравствуйте меня зовут маматюк татьяна и сегодня мы поговорим об очень удивительном человеке он был композитором и аранжировщиком но больше он прославился как человек у которого был очень удивительный оркестр речь сегодня пойдет о поле мария собственно родился в 1925 году в марселе и он всегда говорил о том что отец его был музыкантом хотя это было не совсем так отец любил музыку но не являлся профессиональным музыкантом но в своих воспоминаниях поль всегда говорил о том что отец его всегда поддерживал и он пошел учиться в консерваторию в марселе но всегда в своих интервью он сокрушался о том что отец не дожил до его первого успеха но всегда поддерживал и собственно закончив консерваторию он понял что нужно двигаться дальше он решил покорять париж и первый раз как он сам признавался была не очень удачная попытка покорить париж но уже когда он приехал во второй раз у него ему удалось собрать свой оркестр и он любил играть со своим оркестром разную музыку почему собственно оркестр имел такой оглушительный успех да потому что поль мария считал что нужно играть только ту музыку которая нравится а нравилась ему музыка конечно же из кинофильмов также он в своих концертах использовал музыку вагнера бетховена и баха других классиков и большую популярность оркестр конечно же приобрел со временем и опять же этой популярности помогла компания philips поскольку они записывали разную музыку пластинки продавались и поль мария как талантливый композитор делал иногда свои да собственно говоря не иногда постоянно он делал свои аранжировки к разным песням собственно на год он брал где-то примерно 40 50 песен для своего оркестра он их аранжировал они оркестр учил и естественно были гастроли на гастроли могли поехать 30 40 человек и все отмечали что его всегда окружала интерна интернациональная команда и он всегда обращался к своему оркестру на английском а дальше уже оркестранты передавали пожелания дирижера на разных языках кто на итальянском кто на испанском и приезжая в каждую страну в разные страны всегда поль мария знакомился с разными музыкантами и брал интересные песни популярные песни из каждой страны и также их обрабатывал он очень любил посещать россию у него были концерты не только в москве и санкт-петербурге но и в казани он очень обожал санкт-петербург говорил что музыка россии очень интересно очень богатая и собственно но до тех пор пока он еще один интересный факт из его биографии это то что он пока собирал свой удивительный оркестр он сотрудничал с шарлем азнауром и написал а точнее даже не написал а аранжировал 120 песен этого певца как это происходило то есть он приходил к шарлю он шарль наигрывал ему мелодии которую он придумал и дальше уже поль мария придумывал разные аранжировки и вот 120 песен очень любимые публикой не только французская но и мировой вот эти 120 песен аранжировал поль мария также некоторое время он сотрудничал с мирей с мирой матье на для нее написал он чуть меньше песен это было в районе 50 песен но также он являлся ее концертным директором но поскольку работа в оркестре ему очень нравилось она его захватила и собственно постепенно он все-таки больше стал переключаться на работу со своими оркестрантами поль мария очень по-разному обрабатывал аранжировал музыку и самое удивительное что музыка была по вас 3 востребована не только на концертах но и также в разных телепередачах на радио но самое удивительное что поль мария не всегда радовался когда его музыка звучала в каких-нибудь телепередачах которые он сам лично считал не очень хорошими на своих концертах поль мария предпочитал играть абсолютно другую музыку которая не записана на пластинке потому что он всегда говорил что повторить запись с пластинки очень сложно поэтому зрители всегда приходя на его концерт их зрители ожидал какой-нибудь сюрприз и музыка не повторялась как же как я уже упоминал он брал разные произведения и классические и произведения в собственной обработки но и был концерт и пользовались большим успехом пластинки продавались например еще один очень удивительный факт оркестр поле мария очень полюбили в японии то есть были гастроли них в 1978 году и японию японцам очень понравилась музыка данного оркестра собственно если говорить более детально о его творчестве я думаю что у всех появится сразу ассоциация это очень простая ассоциация песня называется жаворонок предлагаю послушать естественно вы ее узнали естественно она была заставкой программы в мире животных и только благодаря полю мария эта песня попала в хит парады все европейские хит парады на самом деле песня была родом из аргентины она была частью католического хорала написали в аргентине только в обработке поля мария эта песня получила такое широкое распространение и такую широкую любовь в публике еще одна удивительная песня я думаю многие знают этот фильм также любил этот фильм и полю мария шербургские зонтики предлагаю послушать небольшой фрагмент пуль мария несмотря на то что он делал очень много аранжировок и гастролировал со своим оркестром также у него есть такая удивительная работа как сотрудничество с потрясающим французским композитором раймон лефебр писал музыку для кинофильмов жандарм из сан тропе и жандарм в нью-йорке и вот сотрудничая с этим композитором также вот сотрудничал пол мария он помогал создавать музыку послушаем небольшой фрагмент ну вот это основные такие творческие линии которые сегодня хотела рассказать конечно музыка поле оркестра поле моря удивительно его аранжировки прекрасные они и до сих пор я думаю будут и пользуются и будут пользоваться популярностью у публики в разных странах следующий раз мы продолжим говорить о творчестве удивительных композиторов музыкантов я прощаюсь с вами и до новых встреч